Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня в эфире в передаче «Якутск. Сегодня». Сегодняшняя наша передача посвящена грядущему празднику, государственному празднику нашей республики, Дню Республики Саха-Якутия. Мы сегодняшнюю передачу назвали «К мечте моего народа» по одноименному номинованию книги Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Республики Саха-Якутия. И сегодня с вами в эту передачу буду вести я, Юрий Семенов, руководитель научно-образовательного Центра Академии Наук Республики Саха-Якутия. Вместе со мной в этот замечательный день пришли наши гости. Это Попов Сергей Валентинович, старший референт государственного советника Республики Саха-Якутия, помощник первого президента Республики Саха Михаила Ефимовича Николаева. Доброе утро! И Сидоров Олег Гаврилевич, заведующий кафедрой журналистики Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Моссова, Колыбеля, интеллигенция нашей республики, кандидат филологических наук. Здравствуйте! Здравствуйте! Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Телефоны 32-00-66 и 32-11-66. Вы можете позвонить, задать вопрос нашим гостям. Безусловно, в прошлом году Айсен Сергеевич, когда обращался к нации, он отметил, что этот день для нас является особенным. Не просто, когда в 1922 году был подписан декрет об образовании Якутской АССР в составе российской, советского тогда российской России. Именно в этот день республика обрела государственность. Были заложены крепкие основы развития экономики, масштабного промышленного освоения, обширных территорий для укрепления сельского хозяйства на вечной мерзлоте и колоссального роста качества жизни республики. Безусловно, по сравнению с Российской империей в советское время наше государство пережило огромный прорыв. А в 1992 году он отметил, что в этот день вступила Конституция, которая заложила основу всего развития республики на современном этапе. Айсен Сергеевич подчеркнул, что важность обретения государственности в 1922 году и принятие Конституции стали основой развития республики. Но мы, наверное, должны сегодня вспомнить, что эти два больших исторических момента появились несиюминутно. Что это был долгий процесс защиты интересов общества, народа, которые проживали в столь суровых климатических условиях в Якутии. Вот хочется вспомнить. Особенно в этот день вспоминают выдающихся сынов, отцов, основателей республики. Максима Кирилевича Мосова, Платон Сеевича Юнского. Но необходимо сказать, ведь этот процесс начался намного раньше. Вот, уважаемые наши гости, Сергей Валентинович, Олег Гаврилевич. Скажите, пожалуйста, как шел исторический процесс становления государственности республики? Да, вы, Юрий Иванович, совершенно правы. Это стремление к самоуправлению. Это изначально, в общем-то, заложили наши выдающиеся деятели, как вот Сафрон Сыранов. И особенно надо подчеркнуть роль Алексея Ивановича Ржакова, который в своем письме императрице Екатерине II отстаивал именно вот в том числе вопросы саморазвития народа Сахада. И потом следующий этап и Степна, я думаю, и весь XIX век он прошел именно под знаком добиться прав, больше прав. И в конце XIX, в начале XX века, конечно, деятельность Василия Васильевича Никифорова Келлюминюра. Так что вот это непрерывный такой процесс, который начинался еще с древних времен. И, конечно, историки совершенно правы, академик Акланников в том числе. Основы, так сказать, протогосударственности были заложены еще к приходу первых русских казаков. Это времена Тыгын, Дархана, Легей Тойона. Это совершенно то, что в прошлом году вышел фильм, и сколько он внимания привлек. Это говорит о том, что народ это помнит, и вот этот процесс именно привел к тому, что в 1922 году наша республика получила государственность в виде автономной республики. Конечно, и весь XX век к концу, уже в 1992 году, мы следующий этап. Это уже, в общем-то, на другом уровне развития государственности, конечно, которая и продолжается в наше время. Да, это, наверное, надо, безусловно, ценить, помнить, что сиюминутно никогда не появляется, и никогда, наверное, не сдаваться. Это один из очень важных уроков для всех грядущих поколений, для нас, что вот достижение таких больших, именно права, не просто вот отстаивать строительство одного здания, одной школы, как говорится, а именно бороться за право, именно право дает возможность что-то сделать. Вообще, наш народ, мне кажется, очень счастливый, благодаря нашим предкам, мы должны быть очень благодарны. Я вспоминаю, будучи студентом, выпускником, как мы ютились в арендованных квартирах, а когда мы купили свою однушку, как были счастливы, что это наша собственность. И мы платили ипотеку, несмотря на то, что вот это мое, я вкладывался. А наш народ имеет огромное счастье быть на такой огромной территории, и вот как правильно этим воспользоваться, это, безусловно, дает именно права. Вот, Сергей Валентинович, как Вы считаете, как этот процесс, как оценивать это? Да, конечно, прежде всего, хотелось бы поздравить наш народ. Мы стоим в преддверии великой даты, завтра начнется отчет того, что останется один год до столетия нашей государственности, ну, официальной государственности. И, конечно, в этот день хотелось бы вспомнить о деяниях наших великих прачуров, о деяниях наших, так сказать, лидеров. Это, как Вы сказали, Амосов, Барахов, Аюнский и так далее. И, вот, очень интересно, да, конечно, мы не говорим, что вот 27 апреля было специально выбрано, чтобы принять нашу Конституцию в 92-м году, да, но, тем не менее, в следующем году мы будем отмечать еще другую круглую, да, 25 лет. У нас поступил звонок. Да, говорите, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте. Участники прямого эфира, я бы хотел Вас поздравить и весь наш народ Республики Саха с наступающим огромным, самым значимым, самым видным праздником. Спасибо. Днем Республики. А вопрос у меня такой, это хангалатский улз, Валерий Иванович Артюшкин. Я в 92-м году был в инициативной группе Михаила Ефимовича Николаева. И вот я хотел бы услышать, чтобы вот эти ребята, которые там здесь находятся, которые принимали непосредственно участие в перестройке, в становлении государственности, подчеркнули именно вот действия Михаила Ефимовича Николаева по вот именно Сахатылы, Сахатылы, я хочу сказать. И вот он как пробивал эти законы, как для Республики старался, вот чтобы они объяснили, как он с федералами, вот можно сказать, даже воевал и пробивал наши законы, жуверенитет и прочие конституции, это сделал Михаил Ефимович Николаев. Спасибо большое. Спасибо, Валерий Иванович, спасибо. Спасибо за поздравление. Конечно, спасибо большое за вопрос, очень сейчас волнующая тема. И в этом свете хотелось бы напомнить, что наш НВК Саха, который учредил в свое время тоже Михаил Ефимович Николаев, завтра в 16, если не ошибаюсь, в 18.15 выпустит большое интервью Михаила Ефимовича Николаева о Дне государственности, как он все это видит, как у него все это сложилось, да, и хотелось бы призывать наших телезрителей, радиозрителей, чтобы они присоединились к эфиру и посмотрели наш НВК Саха. Ну, что касается большой работы с федералами, конечно, мы все свидетели вот этих крупных наших событий, это принятие декларации о государственном суверенитете, это подписание федеративного договора, это подписание договора с 15 министерствами о экономическом сотрудничестве, это крупные наши, так сказать, знаковые события, такие как принятие нашего герба гимнафлага, символа государственности, это и наша конституция, о которой мы сейчас сегодня говорим. И, несомненно, сначала Михаил Ефимович Николаев ставил эти вопросы перед союзным ведомством, чтобы наша республика получила все-таки право, какое-то право распоряжаться своей собственностью, которая находится на территории республики, чтобы это были не отчисления, а это были наши свои доходы. Потом те же вопросы Михаил Ефимович Николаев ставил перед федеральными ведомствами, потому что по государственной наследуемости все эти права перешли к Российской Федерации, и мы все помним его выступление в Верховном Совете Российской Федерации, где он ставил очень жестко такие вопросы, чтобы мы не прозябали бесправий, чтобы мы получили, так сказать, свое право развиваться. Вот, Олегович, что вы на это сказали? Да, вот Сергей очень правильно сказал, это начиналось именно с союзных ведомств. Михаил Ефимович был избран в декабре 1989 года представителем президиума Верховного Совета Якутской Автономной Советско-Социалистической Республики тогда, да? И вот с этой даты надо вести, наверное, уже даже отсчет новой истории нашей Якутии, потому что Михаил Ефимович сразу выстраивал отношения с окружением вот тогдашнего Центрального комитета партии, который возглавил Михаил Сергеевич Горбачев, потому что тогдашняя вот эта руководство страны включала Михаила Ефимовича и состав правительственных делегаций, например, вот в Корею, да, тогда. И еще Михаил Ефимович добился приезда премьер-министра СССР Валентина Павлова, да? Мне кажется, это тоже очень важные вехи. И таким образом была создана, в общем-то, уже другой образ нашей республики, вот там в верхах, как говорится, да, и то, что потом Михаил Ефимович очень умело, мудро повел свою политику, вот, с Борисом Николаевичем Ельциным, да, первым президентом, это очень важная веха, как он поддержал, да, вот все действия тогдашних властей Российской Федерации, ну, РСФСР тогда, да, первого. И в этом был залог успеха, вот, политики Михаила Ефимовича, и тогда республика как бы показала себя самостоятельной, что здесь есть политический лидер, да, он показал себя именно как политический лидер. Это было важно, потому что мы же помним Советский Союз, конечно, какая-то ностальгия там есть, но Советский Союз, он был так создан, эта система, да, что руководство регионов не имело фактически, ну, большого там веса, да, конечно, по партийной линии это, да, это синилось и так далее. У нас были очень уважаемые руководители. Уважаемые друзья, мы сейчас перервемся на небольшую рекламу и опять вернемся. Мы с вами работаем в прямом эфире. Уважаемые друзья, мы вернемся к нашей передаче «Якутск. Сегодня». Дорогие друзья, мы снова с вами в передаче «Якутск. Сегодня». Мы сегодня в преддверии дня республики Саха-Якутия с нашими гостями Сергеем Валентиновичем Поповым, старшим референтом государственного советника республики Саха-Якутия, первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева и Сидоровым Олегом Гаврилевичем, заведующим кафедрой журналистики Северо-Восточного федерального университета, кандидатом филологических наук, ученым нашей республики, обсуждаем вот очень важные исторические вехи развития нашей республики. И вот хотелось бы затронуть такой вопрос, что история все-таки делает народ, а эпоху личности. И вот вспоминаем те годы, когда отцы-основатели нашей республики Максим Кирович Амосов, Платон Сеевич Аюнский, Степан Ажжаков, Степан Васильев, их единомышленники, соратники создали первую республику. Во-первых, почему говорим первая? Почему есть вторая? За что боролись эти выдающиеся цены нашего народа? И ведь мы знаем, что довольно трагически завершилась жизнь каждого из нас. Какие уроки мы можем извлечь из жизни выдающихся людей? Чему они нас учат? Какие вехи развития заложили наши отцы-основатели? Ну, вопрос, конечно, очень злободневный для нас. Мы до сих пор как бы все даже не знаем, где захоронен Платон Сеевич Аюнский. Да, это очень такая для нас, для всех якутов болезненная тема. Но, тем не менее, мы знаем, что в свое время их усилия и работа в Центральном комитете в Москве и в республике увенчалась, мы скажем, большим успехом. И была создана все-таки республика. Хотя бы в усеченном в правах виде автономии. Но, тем не менее, были обозначены границы наши существующие. Были созданы районы, 33 района. И не столько, наверное, это мы говорим о первой республике, не столько в плане того, что какие-то большие народ получил право суверенитета. А в том плане, что мы получили название республика и стали государственностью. А вторая республика все-таки в плане, так сказать, международного сотрудничества. Мы получили право выходить сами на иностранные государства, заключать с ними соглашение. Это очень большое наше достижение. И получили право именоваться именно республикой. Не автономной, а суверенной республикой. Была подписана декларация о государственном суверенитете, и где было написано, что республика Сахай-Якутия является суверенным государством в составе Российской Федерации. Конечно, мы говорим о том, что республика – это необъемлемая часть Российской Федерации. Об этом никто даже и не спорит. Мы даже, как бы сказать, этот вопрос не затрагиваем. Мы говорим о праве реализации собственных программ по улучшению жизни людей. Вот основная задача первого президента была поставлена, чтобы на основе права повысить благосостояние населения. Да, вот Сергей тоже очень совершенно прав. Вот то, что принятые решения в начале 1922-х, 20-х годах, потом 90-х, они в чем-то, да, как бы продолжение друг друга. А тех политиков, которые подготовили и которые реализовали автономную республику, потом уже в 90-х, Михаил Ефимович и его соратники – это уже суверенную республику, это их, мне кажется, объединяет мужество, мужественность, как политиков, да, как государственных деятелей. Как людей? Да, конечно, как личности. Это совершенно, ну, как бы, видно, если мы изучаем их деятельность, документы, речи, доклады, которые они произносили, которые они отстаивали, для этого нужно было мужество. В начале нужно было доказать перед, ну, правительством государственным, российским, да, и в том случае, и в этом, поэтому вот их это объединяет. Еще их объединяет то, что они добивались вот этих прав Якутии, чтобы добиться такого устойчивого развития, да, но это как бы современное понятие, мы все сейчас говорим устойчивое развитие и так далее, да. Но и в начале вот 20-го века, тем более вот в 20-х годах, когда Якутия получила статус автономной республики, вот этот вопрос был очень актуальным, да, добиться устойчивого развития и в экономике, в общественной жизни, в науке, культуре, то есть во всех сферах. Это постоянное такое поступательное развитие, и, конечно, многое не только зависело от самой нашей республики, от наших, но в том числе, конечно, от тех процессов, которые происходили в стране, да, РСФЦР, СССР, потом уже в Российской Федерации. И здесь, мне кажется, важна вот роль Михаила Ефимовича, который видел далеко за горизонт. У нас поступил телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. А, да. Я просто вот смотрю, да, передачу вашу на прямом эфире, да, вот, насчет Михаила Ефимовича Николаева, первого президента. Да. Я с ним работала. И он, вот этот президент наш первый, да, добился, чтобы оставались, вот, мы уже добываем недра, вот, алмазы, золото и всю медиагерскую таблицу, да, и он добился того, чтобы хотя бы 3% остались на территории Якутии. И вот, когда он этого добился, у нас эти медцентры построили, спортивные эти комплексы построили. Это благодаря первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву. Махталкинеха. Спасибо большое. Спасибо. С праздником вас, нашей республики. Вот, дорогие друзья, безусловно, вот Олегович сказал очень важную вещь – мужество. Наверное, должно быть мужество, огромное мужество у каждого человека в развитии своей страны. Сергей Валентинович, тоже подчеркну, что вот мы никогда… Есть много разных манипуляций, которые вот пытаются сказать, что Якутия, другие республики пытались отделиться. В республике такого не было. Никогда мы всегда в составе великой нашей страны России, мы хотели стать форпостом развития нашего государства на северо-востоке России, в азиатско-тирекианском регионе. И мне кажется, безусловно, наша республика добивается таких успехов не только своими достижениями, своим трудом, своим вкладом в развитие нашей страны. И вот, безусловно, наши отцы-основатели республики, они опирались на тех исторических. И вот надо сказать, что любое управление добьется успеха, говорит китайская мудрость, когда сохраняется преемственность. И вот в политике первого президентства была преемственность идей отцов-основателей республики. У них была преемственность тех выдающихся сынов, которые отстаивали права перед русским царем и так далее. И вот сохранение таких преемственностей, безусловно, дает очень хорошие положительные плоды. И вот, говоря, вспоминаем сегодня много о первом президенте. В 92-м году Верховный Совет 12-го созыва, исторический, который принял Конституцию, там давали основные, скажем, плоды сегодняшней деятельности. Вот какие были особенности по сравнению с... У нас... Сейчас об этом заговорим. У нас телефон. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Продолжение следует. 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 Это его тоже мудрость в этом была. Что это было непрерывное движение. Историческое. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. паузы. Мы вернемся. Мы работаем в прямом эфире. Программа «Якутск. Сегодня». Друзья, мы снова в прямом эфире. Программа «Якутск. Сегодня». Сегодня в преддверии Дня Государственности обсуждаем этот выдающийся в истории нашей республики праздник. Мы работаем в прямом эфире. Можете позвонить нам по телефону 32 00 66, 32 11 66. И в студии наши гости Олег Сидоров, ученый, филолог, журналист и помощник первой президента Республики Саха-Якутия Сергей Валентинович Попов. Мы сегодня говорим о большом значении Конституции нашей республики. 27 апреля 1992 года она вступила в силу. И вот какие дала она, скажем, основы развития нашей республики. Почему каждому гражданину нашей республики необходимо, важно знать основные принципы нашей Конституции, основного закона. Олег Горелович, пожалуйста. В первую очередь, конечно, Конституция — это права на собственность, да, и на недра. Вот то, что было, конечно, основой экономики, развитие промышленности и так далее, это, в первую очередь, это было зафиксировано и в Конституции, да, то, что было согласовано с руководством Российской Федерации, с президентом Ельциным, это все вошло именно в Конституции. Но самое главное, мне кажется, Конституция отдала вот как бы людям веру в будущее. Вот народ, я помню эти годы, как мы это восприняли, и ведь Якутия была одной из первых регионов, который принял из национальных, ну, первой вот фактически, да, мы Конституции, до еще Российской Федерации. Поэтому это очень важная веха. Именно народ воспринял, да, вот что важно, вот мне кажется, вот это, вот это обязательно надо подчеркнуть, что Конституция, это не просто был такой документ. Мы обычно же иногда воспринимаем Конституцию, ну, как основной закон, но который потом, значит, реализуется в других уже подзаконах, в законах и так далее. Но здесь именно он, мне кажется, был таким символом, то, что у нас именно Конституция, вот 27 апреля 1993 года, вступила в силу, и она преобразовала все вот сознание народа. И вот что это самое, мне кажется, важное, что сделала вот эта Конституция? Михаил Федорович, он же как раз опирался на человеческий капитал, да? Как у него было это название? Выбирая свободу человека. Вот что. И в этом, вот, мне кажется, очень велика заслуга именно как образа, символа вот этой Конституции. Безусловно, Конституция — это основы, основы всего, это права, свободы, человека, гражданина, хозяйственной, экономической деятельности. И на основе него делаются все остальные законы. Нормативно проекты, указы и так далее, во его исполнение, соответствие с ним, и ничего другого не может быть, противоречащего Конституции. Поэтому очень важно знать со школьной скамьи, родителям, коллегам, всем знать Конституцию. Поэтому мы призываем всех, кто живет на территории Республики, изучать, беречь свою Конституцию. В 1992 году, 27 апреля, в своем выступлении в честь принятия Конституции, первый президент сказал очень значимую речь. Среди его слов звучало, в истории Якутии немало страниц, которые знаменуют вехи в неустанной борьбе народов, проживающих на этой древней земле, за лучшую жизнь, за осуществление своих чаяний. Отныне Республика Саха равноправный член большой семьи республик, входящий в состав великого и могущественного государства Российской Федерации России. Перед народами Республики Саха Конституция раскрывает новые возможности для свободного труда, всестороннего применения творческих сил. Гражданам гарантируются права и свободы, ставшие достоянием всего цивилизованного мира. Безусловно, Конституция 92-го года Сергей Валентинович раскрыла. И вот мы знаем, когда вся Россия переживала страшные те годы события в социально-экономическом, политическом плане, а в Республике Саха-Якутии все-таки был определенный дух свободы, стабильности. И вот процветание. Безусловно, это заслуга народа. Как можно этот период охарактеризовать, Сергей Валентинович? Ну, наверное, это все-таки, так сказать, вопрос развития. Это, во-первых, мы имеем в виду как бы смелости. Мы же затронули государственные смелости, государственные деятельности. И, конечно, в этом плане мы не можем обойти исторический один момент такой, где первый президент, будучи председателем Верховного Совета, выслал телеграмму в союзное ведомство с тем, что мы отказываемся отгружать золото, алмазы в союзное Минфин, с тем, чтобы разграничить, все-таки привести в соответствие со существующими законами наши взаимоотношения. Поэтому на основе этого было создано наше государственное хранилище собственное. И мы знаем, что первый алмаз, который был передан в фонд Гохрана Российской Федерации от имени Якутии, был назван Великой Россией. И это явилось одним из экземпляров номер один в создании богатства Российской Федерации. Это очень символичный шаг. Потом был создан наш принятый закон о собственности Российской Федерации. Ну, Республике Саха, извиняюсь, в 1991 году. И, несомненно, Конституция стала тем фундаментом, на котором в законных основаниях все вот эти законные и подзаконные акты были приведены в соответствии двух Конституций Российской Федерации. Мы знаем, что Михаил Федорович Николаев в качестве члена Конституционного Совета Российской Федерации принимал самое активное участие в создании Конституции Российской Федерации. И, несомненно, мы знаем, что те последующие его шаги, там все эти законы о недрах, законы о собственности. А у нас телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Этот звонок. СП Валентину Хрисофоровна Димы. Ага. И те, кто не говорит? СП Валентину Хрисофоровна Димы. Ото с доктор... Батулулар доктор. Эгиди истевик кипало. Туоктен. Де гей холара Deny. Истевик кеттоганови. Истен. Вы крысноя ским. Истен. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И она призывает, чтобы республика наша обратила внимание И здесь я бы вспомнил тоже 90-е годы общественность, союз Сахамук, в том числе и государственная структура, лично и Михаил Ухимович, они как раз занимались тоже вопросами якутян, живущих за пределами республики Вот конкретно и вот Красноярский край, Магаданской области и так далее Потому что нам важно было составить механизм, как работать с ними, как поддерживать, как помогать Конечно, многие вопросы, они не решены И, соответственно, конечно, это дело настоящего и будущего Поэтому надо этот вопрос воспринять как такое обращение наказка к нынешнему руководству нашей республики И общественности И общественности в том числе Валентина Христофоровна еще поставила вопрос, чтобы создание музеев, истории, чтобы этнические якуты, которые там живут, могли бы знать свое происхождение, свою родину, большую свою родину, республику Безусловно, это очень большой вопрос Я бы, наверное, сказал не только руководству республики, но и общественности Все-таки я очень большой привержен из твоей очень хорошей цитаты Народ историю создает, а эпоху личности Сегодня мы с вами говорим об очень важных вопросах О дне республики, о дне конституции, которая дал вот именно огромные возможности для развития нашего народа 90-е годы, когда она была принята Безусловно, каждый из нас, наверное, должен помнить, ценить свою историю, осознавать его Как этот процесс шел, что вот сегодня мы, Ньютон еще говорил, мы достигли того, благодаря тому, что мы стоим на плечах огромных гигантов И вот наши гиганты истории, это Максим Кирович Аммосов, Платон Алексеевич Аюнский, Степанов, Оржаков, Васильев, многие другие И до этого, и Мазары Базеяков, Сафрон Сыранов Мы должны помнить имя каждого, за что они боролись, ибо они отдали свои жизни за это, за наше будущее И это не кануло куда-то далеко за столетнюю историю И именно, помня это, бря на себя ответственность, мы должны, наверное, понимать, каким должно быть наше будущее У нас еще один телефонный звонок А, у нас буквально остается всего лишь одна минута И хочется поблагодарить вас, дорогие мои гости, что были с нами Вот буквально одно предложение, что бы вы пожелали нашим зрителям? Ну, конечно, в первую очередь, дальнейших успехов нашей республики, значит, и всем нам, якутянам Ну, хотелось бы, конечно, пожелать к столетию нашей республики Сбылась вековечная мечта нашего народа – жить в достатке и благоденствии Это все, чем занимался всю свою жизнь первый президент Спасибо большое, дорогие друзья Успехов нам с праздником грядущим Трудитесь во благо будущего Любите, цените историю И надеемся, что у нас будет прекрасное, хорошее будущее До свидания